Время доклада в том числе и на битриксе. Итак, сначала разберемся с технологиями. Вы наверняка слышите много умных слов. Каждый пиарит свою технологию в плане продвижения в поиске. Однако нам нужно сначала разобраться, как поиск работает, а потом разобраться, как мы можем отладить свой сайт под эти правила. Итак, за последнее время появилась куча технологий, контент-маркетинг. В последнее время, как замена ссылок, начинает пиарить крауд-маркетинг. Немаловажное значение имеет такая технология, как тегирование в работе, например, с интернет-магазинами. Многие, в том числе, как бы с легкой руки Александра Садовского, начали пиарить работу с коммерческими факторами, а через них, соответственно, и с поведенческими факторами. Однако вне общей стратегии по продвижению сайта все эти умные слова ничего не означают. И давайте разберемся, почему. Итак, во главу угла современной поисковой парадигмы поставлена удовлетворенность. Однако, в отличие от бизнеса, где бизнес знает, что такое удовлетворенный клиент, поиск может об этом только догадываться. И, соответственно, догадывается, он подгоняет свои алгоритмы. Сначала это были формулы, высчитывающие каким-то образом авторитетность, релевантность сайта. Теперь это машинное обучение, которое дополняется системой опросов, асессоров. Однако это не всегда совпадающие вещи. Почему? Ну, вот, например, один из ярких таких примеров, сейчас он, конечно, поиском отлажен, но когда они только начали работать с показателем отказа, как серьезным таким, с мощным фактором, оказалось, что существует целая группа сайтов, где пользователю не нужно проводить много времени. То есть он приходит туда только чтобы посмотреть на номер телефона. Так вот, хороший это сайт или плохой? Соответственно, все, что нужно от этого сайта с точки зрения бизнеса, это узнать номер телефона и позвонить, заказать такси. Однако с точки зрения поиска, если мы вернемся там на три года назад, когда только вот появилось это, скажем так, более-менее серьезно стало учитываться эта метрика, такие сайты резко провалились в поиске. И только спустя там полгода, где-то девять месяцев поиск набрал необходимую базу данных для своей статистики, такие сайты стали возвращаться в выдачу на первые места. Есть еще более запущенный случай. Мы видим, что с точки зрения бизнеса пользователь уже узнал номер такси. Ему даже заходить не нужно. Как поиску понять, что такой сайт хороший? Ну, собственно, никак. Потому что кликать пользователь не будет. Он просто увидел его, соответственно, узнать, что произошло дальше, поиск не может, соответственно, оценить это тоже не может. Разве что только по каким-то косвенным показателям. Другой случай. Опять же, фабрика находится территориально в Калининграде, а продает свою продукцию по всей России, где она должна находиться по такому запросу, как корпусная мебель опыта. Правильно, она будет находиться только внутри Калининградской области для тех клиентов, которым это вообще не интересно. Мы это называем, с егошники, выталкивание в контекст. Но понятно, что у поиска какая-то своя логика, почему он не показывает такие сайты, не объявляет такие запросы где он независимый или хотя бы не дает шанс таким сайтам показываться выдача в других городах. Еще более запущены случаи, это когда вот тот же пример, та же фабрика, это наш клиент, у них множество торговых марок, но этими же торговыми марками торгуют их дилеры. Но дилеры – это огромный магазин, состоящий из многих тысяч страниц, а фабрика – это маленький сайт, состоящий из полутора десятков страниц. Все мы знаем, что Яндекс там любит большие сайты. Об этом мы будем говорить чуть позже. Вот и получается, что несмотря на то, что торговая марка есть, известно, кому она принадлежит, в поиске в первую очередь будут находиться сайты, которые, скажем, являются дилерами. Это, скажем так, не единичный случай. Зачастую владелец бренднейма, скажем, торговой марки, только появившись на рынке, или, скажем, есть такое понятие витальности. Вот когда есть витальный ответ, когда поиск знает, что это витальный ответ, он по нему выбрасывает этот сайт на первую позицию. Если такого назначения не произошло, то на первых местах будет далеко не тот сайт, который владеет данной торговой маркой. Еще случай, где опять же расходит понятие удовлетворенности с точки зрения бизнеса, с точки зрения поиска. Застройщик, у него всего один объект, один дом. Все, он хочет его продать. Вот какие у него шансы с точки зрения попадания в топ-новостройки по Москве. Ну, собственно, вот, 0%. Ну, не 0%, но это будут такие гигантские усилия, чтобы достичь этого попадания, что гораздо проще будет этому застройщику пойти во все агрегаторы и там встать с этим же объектом, нежели развивать собственный сайт. Получается, что в данном случае, несмотря на то, что этот объект принадлежит известно кому, продавать он вынужден его через совершенно другие сайты и понятие хорошего сайта здесь как бы само ускользает с точки зрения поиска. Но, какой же вывод? Вывод понятный какой. Реальная удовлетворенность не всегда совпадает с той удовлетворенностью, которую себе сложил в голове, ну, в своих там серверах Яндекс с точки зрения что такое хороший сайт. То есть, в лицензии поисковой Яндекса написано делайте хорошие сайты. Но, делайте хорошие сайты, это значит дословно делайте хорошие сайты так, как мы себе это представляем там в Яндексе. Ну, раз так, значит, будем делать хорошие сайты с точки зрения Яндекса. Это вот то самое мошенничество, которое часто вменяется ООшникам с точки зрения того, что вот ребята, вы там что-то подгоните. Конечно, подгоняем. Кучу примеров привел, почему мы вынуждены это делать. А так, каковы же правила игры? Правила игры вот фактически перечислены. Один запрос, один документ на сайте, точность ответа на запрос, полнота ответа в нише, полнота индексации, авторитетность ресурса, это слово о ссылках, и, соответственно, удовлетворенность ответа. Сейчас мы подробно на каждом пункте остановимся. Итак, сначала понятно, что мы должны собрать какое-то там семантическое ядро, то есть сделать тот набор запросов, по которым мы хотели бы появляться в поиске. Понятно, что сейчас парадигма поисковая с точки зрения именно SEO-шной парадигмы изменилась, и раньше там приносили список из 10 запросов, там 20. Сейчас это свелось, соберем давайте все, что есть, и внедрим все, что можно. Поэтому собирать все, что есть, источники, в принципе, перечислены. Кто там хочет разобраться информацией на эту тему, огромная куча. Просто наберите там создание семантического ядра, в любом поисковике вам вывалится куча статей на эту тему. Дальше, после того, как мы собрали вот эту огромную кучу данных, кучу запросов, это могут быть даже не десятки, сотни тысяч запросов, если мы говорим о e-commerce. Даже для корпоративных сайтов мы на сегодня собираем больше десяти тысяч запросов. Это даже в регионах мы собираем несколько тысяч запросов. А дальше понятно, что если сайтик у нас всего из ста страниц, мы вынуждены его, эти запросы группировать по тем страницам, которые существуют. Этот процесс называется кластеризацией. На сегодня известно несколько механизмов кластеризации. Не будем на них как бы останавливаться глубоко. Это, в общем-то, нафиг вам не нужно. Суть в том, что для каждой страницы на сайте мы определяем свой набор фраз, под которые в дальнейшем эту страницу и оптимизируем. Так вот, какую же ошибку допускают и разработчики, и клиенты зачастую? Одна из самых распространенных ошибок. Это когда под один запрос дают более чем один ответ. Вот парочку примеров я привел. Был у нас такой завод цинкования в Санкт-Петербурге, завод крупный, но у них было свое видение того, как говорить о цинковании. На самом деле коммерческим запросом здесь является цинкование. Когда клиент заходит в поиск и пишет цинкование, если мы отбросим тех студентов, которые хотят написать реферат по этому химическому процессу, оказывается, что все остальные пишут цинкование именно для того, чтобы найти того, кто ему оцинкует что-то там и так далее. Так вот, данный завод с точки зрения своих представлений наклепал страницу собственной услуги цинкования, потом сделал еще страницу справочника, где объяснил суть этого химического процесса, а потом еще влепил, в общем-то, совершенно в индекс загнал страницу с цинкованием, с новостью по какой-то акции. В итоге релевантность, соответственно, поиск приходит, и такое, и такое, и такое, за что схватиться. Поиск, соответственно, назначал топ то одной страницы, релевантную то одну, то другую, то третью. Соответственно, когда такое происходит, возникает так называемая плавающая релевантность, и сайт не растет. То есть динамика, в общем-то, остается весьма такой слабенькой до тех пор, пока вы не ограничите поиск с точки зрения этого сайта всего одной страницы. То есть как минимум вы должны убрать, закрыть новости от индексирования, как минимум вы должны спрятать страницу словаря или вообще ее убрать, нафиг она нужна на этом сайте. Либо сделать, например, блок или просто отдельный субдомен, и на нем вот эти вот свои информационные статьи выкладывать. По цинкованию, по чему угодно. Другой вариант, это когда с точки зрения продаж, мы знаем, есть такой запрос, допустим, архивные стеллажи, но реально архивных стеллажей много, они разные. Это понятно, но тот, кто закладывал структуру, делает страницу металлические стеллажи, подвижные, мобильные. Понятно, что они и там, и там, и там имеются названия архивные, но забывает сделать страницу, которая обобщает все это дело. И в итоге опять возникает плавающая левантность, когда назначается то одной странице, то другой, то третьей позиция по запросу, собственно, архивные стеллажи. Это достаточно как бы распространенная ошибка. Фактически каждый первый сайт, если на нем больше ста страниц, эту ошибку имеет с точки зрения поисковой оптимизации. А другая ошибка как раз обратная, когда выполняется некорректная кластеризация, и начитался человек умных книжек, умных блогеров. Есть такие блогеры, которые там пишут, что попало, где попало и зачем попало. И начинает делать из своего сайта дорвей. То есть вот он увидел, ага, в ядре есть запрос ремонт дома и ремонт загородного дома. Или есть аренда, а есть прокат. И вот он сел, напрягся и написал отдельную страницу по аренде, а потом еще отдельно написал про прокат. То есть фактически он сделал одно и то же в двух экземплярах. Но с точки зрения поиска эти запросы в одном кластере находятся. То есть он просто некорректно их разъединил на разные страницы. Опять же, несмотря на то, происходит ошибка из предыдущего слайда. Релевантность начинает плавать. Возникают проблемы с позициями. Сайт, естественно, в топе не всплывает. Ну вот здесь вот пример сайта Эльдорадо, где на нем вы можете полазить, посмотреть, как в принципе реализовано с точки зрения оптимизации правильно. Данные, о чем я говорил ранее. И кластеризация, и распределение по ключам. А теперь мы переходим плавно к точности ответа. Так вот, представьте себя на месте человека, которому нужны бухгалтерские услуги. Вот вы приходите на сайт, набрали запрос, бухгалтерские услуги. Я специально взял в топе, но я взял из топа регионального. То, что это прям любой региональный топ, это такой живой пример, как делать не надо. Просто из-за низкой конкуренции там просто поиску показывать нечего. Вот представьте себя на месте человека, которому нужны бухгалтерские услуги. Он пришел, но жаждет себе заказать бухгалтерские услуги. И что он видит? Он видит кирпич текста, на котором ему фактически цитата из Википедии сделана. То есть его, человек, который владеет этим сайтом, зачем-то просвещает по поводу того, что такое бухгалтерское обслуживание. Человек купить их хочет, заказать. А вот из московской выдачи. Вот поставьте себя на место клиента, и что он выберет? Такой сайт или вот такой? Ну, в общем-то, выбор очевиден. Следующий момент, который подводит к тому, к тому тезису, который я озвучил вначале, о том, что поиск сейчас любят большие сайты. Да, большие сайты на сегодня дают большую полноту ответов в ниши. Если сайт начинает давать в одной и той же нише ответы на разные запросы, он становится более ценным с точки зрения поиска. На сегодня это еще называет, скажем так, работой с запросным индексом. То есть саму технологию построения больших сайтов, если она делается там не по наитию, а именно с помощью как бы SEO-специалистов, это называется работой с запросным индексом. Когда сайт строят таким образом, чтобы он давал трафик по множеству низкочастотных запросов, соответственно, порожден те средние частоты, от которых были порождены эти низкочастотки, тоже начинают подниматься, и рано или поздно вы добираетесь до того, что поиск начинает считать ваш сайт настолько хорошо отвечающим на разные запросы в этой нише, что поднимает вас и по высокочастотным запросам. Раньше это называли низкочастотным продвижением, но низкочастотное продвижение это немножко другое. Это когда вы берете огромную кучу запросов, которые обладают низкой частотой и слабой конкуренцией, и пытаетесь по ним как-то вылезти в ту. А здесь мы сознательно простраиваем вертикаль. Вот примерно такую. То есть это как пример. Ну, конечно, пример я просто брал из головы, он немножко утрирован, но суть есть какой-то ключ перевозки, грузоперевозки. От них можно построить менее частотные, среднечастотные запросы, от них еще низкочастотные запросы. И вот таким образом выстраивается за счет включения более частотного запроса в тот запрос, который у вас находится на нижнем уровне, у вас устраивается такая вертикаль запросного индекса. И благодаря этому поиск начинает ваш сайт выталкивать в топ уже по более частотным запросам. И это зачастую видно, когда сайт, скажем так, на него пишется огромное количество статей, материалов, или сайт, например, доска объявлений, где очень много каких-то мелких товаров, которые цепляют свою низкочастотку. Как только этот сайт хорошо заходит в индекс, он начинает давать хорошие ответы на кучу низкочастотки, и вы сами видите, как у вас начинают выстреливать среднечастотные, высокочастотные запросы. Только здесь вы это сделали по наитию, но это можно сделать, если подумать головой. И тогда у вас просто результат получится несколько быстрее, нежели у вас будете ждать год-полтора-два, когда у вас это произойдет, просто потому что вы перевалите определенную границу по объему контента, который попал в индекс поисковой системы. Так вот, получается из-за этого косвенным образом большие сайты имеют преимущество. Чем меньше ваш сайт, тем меньше у него на сегодня шансы попасть на хорошие позиции. Я вот, скажем так, в связи с региональной привязкой собственного сайта, корпоративного, я над ним постоянно провожу какие-то эксперименты. В частности, он уже, по-моему, около двух лет превращен у меня в лендинг, и я пытаюсь этот лендинг вытащить в топ по нескольким десяткам фраз. Пытаюсь, но, в общем-то, безуспешно. А сайт, который находится на первых позициях, ничем не лучше, и с точки зрения каких-то других параметров, но он дает ответы множеством статей на разные тематики. То есть он просто раньше зашел, стал в этом плане авторитетным с точки зрения поиска. На нем куча страниц, и поэтому он невышибаемый стопа. Более того, сайты с высокой полнотой ответа еще и получают как бы бонус от поиска. То есть на нем зачастую прокатывает весьма довольно-таки спамные технологии, то есть настолько пограничные, что там прокатывает и дублирование контента, и неуникальность контента. То есть, и, в общем, много вещей, о которых говорится на конференции, что это делать нельзя, это нехорошо, и у вас сайт сразу там или не вылезет в топ, или провалится, неизвестно куда, да, но мы уже приближаемся к концу. Вот, то это на таких сайтах с высокой полнотой ответа прокатывает. Полнота индексации. Ну, здесь я их просто перечислил, варианты. На сегодня это основные, не будем, остановимся только на колдунщиках. Не делайте колдунщики, если вы не умеете это делать. Очень много сайтов убили неумелой перелинковкой. У меня прям целое портфолио таких примеров, когда люди хотели нагнать веса на определенную страницу и угробили свой сайт в поиске вообще. Не делайте… То есть, контекстная перелинковка в неумелых руках приводит просто к катастрофическим последствиям с точки зрения поисковой посещаемости. Ну, вот все, что я говорил о внутренней оптимизации. Наконец-то вот некоторые люди, там, какая-то компания IT-Logic сделала в маркетплейсе, там, вот тот самый модуль, а сегодня я задавал еще вопросы, будет ли это в дефолте. Ну, как говорят, может и будет. Рост авторитетности. Это то, о чем мы говорят о ссылках и так далее. Если я опять же перечислил те варианты, какие вы можете применять, не используя покупные ссылки. Вот. Это фактически то, что на сегодня задействовано при продвижении на запад и активно там используется. фактически к этому мы приходим постепенно и в России. Про минусинский пингвин. Буквально пара слов. Минусинск объявлен как такой страшный фильтр, но по факту он задел там порядка тысяч сайтов, и скорее всего этот объем не будет увеличиваться. То есть определен просто некий объем лидеров с точки зрения использования платных сил, и они пессимизируются. То есть шума много, но реально фактически это просто такой пиар-метод. В отличие от кингвина, который весьма массово применялся и на старте, и сейчас применяется, и привел к тому, что на сегодня платные ссылки, арендные ссылки при продвижении на запад используются крайне вяло, а можно сказать фактически не используются. Имитируются как раз вот эти вот все методы. То есть делаются платные ссылки, но они делаются вот фактически через вот эти все методы, которые здесь перечислены. Так вот, в этом и состоит эволюция платных ссылок. Никуда они не денутся, никто от них отказываться не собирается, они просто эволюционируют в релизы, обзоры, гостевые статьи и тому подобное. Станут дороже, ну что ж поделать. Но мы и так знали, что покупая тысячу ссылок, выстрелит из них может быть 10. Теперь мы будем просто тратить этот бюджет на 10 статей. Вот и все, что мы будем делать. Ну на западе оно действительно уже давно так. Удовлетворенность на выдачу. Буквально 4 слова. Невозврат на выдачу, это понятно. Удовлетворенность ответом, это фиксируется по невозврату на выдачу, понятно, что если пользователь остался на сайте и не вернулся в поиск, все хорошо. Это не всегда так, на самом деле. Есть ниши, где возврат на выдачу, это нормально, потому что пользователь перебирает и в конце концов останавливается на одной из складок, который он у себя открыл. Ну например, в нише подбора гостиниц. То есть пользователь там, там эта метрика может не работать. Но в большинстве случаев невозврат на выдачу является положительным фактором. Несколько посещенных страниц на сайте, а не одна, тоже хорошая метрика. Прочтение страницы до конца, это можно в Яндекс.Метрики замерять для собственного сайта. Ну и выполнение каких-то действий на сайте, это легко с помощью настройки цели отслеживается. Все это можно имитировать с помощью бирж, поведенческого, того, сего, третьего, пятого, десятого. Но гораздо проще делать хороший контент, это дешевле и безопаснее. Хотя по факту бывает иногда так, что ты пишешь хороший контент, а поиск принимает это за имитацию. И еще и накладывает фильтр. Такие случаи тоже бывали, но это, скажем, скорее исключение из правил, поэтому мы это обсуждать здесь не будем. Итак, подводим итоги. Хотите успеха в поиске? Не старайтесь быть оригинальным. Очень многие думают, сейчас как я влепю калькулятор на 10 страниц, а ни у кого такого нету, и как все поиск меня за это полюбят, не полюбят, потому что поиска работает машинное обучение. У него просто не накоплена статистика по таким штукам. Вот по другим штукам накоплено, а по вашей нет. В итоге задержка пользователя может восприниматься как имитированное, из-за этого вы еще можете даже при уху получить в виде понижения позиций. Поэтому выполняйте лучше какие-то базовые вещи, базовые рекомендации поисковых систем. Зачастую многие забывают, тот же он last modified, и просто не читает help Яндекса, и хрен бы с ним. Нет, надо их стараться выполнять, не нужно быть оригинальными. Но все остальное относится, в общем-то, к базовым рекомендациям. И важный момент, я вас убеждаю, развивайте брендовую посещаемость. Брендовую и поисковую. Это та посещаемость, которая от любых капризов поисковой системы не зависит. По своему бренду вы будете находиться всегда. Более того, сайты, которые имеют, скажем так, до 50%, вот 50 и выше брендовой посещаемости, очень хорошо растут в поиске. Просто превосходно растут в поиске. Ну и в завершение я хотел бы вас пригласить на конференцию в Калининграде, которая 13-14 августа у нас пройдет. Специально для этого мы подготовили промокод на 1500 рублей на скидочку. Ну а для тех, кто ничего не понял, могут обращаться за аутсорсным SEO. Мы так работаем с достаточно, скажем, большим числом студий. Вы свою цену клиента выставляете, а мы работаем для вас по вашей цене. А теперь вопрос. Друзья, буквально еще два вопроса, потому что нас совсем уже время поджимает. Есть вопросы? Или в кулуарах можно легко подойти. Я здесь буду до пяти часов подойти, задать вопросы. Есть. Отлично. Один вопрос. Спасибо за доклад, Юлия, 7-про. Вопрос такой. Вот вы говорили о ценковании и трех страницах, на которых оно упомянуто. Можно ли внутренняя перелинковка решить эту проблему, не закрывая в индекс страницы? То есть, например, с новости и с акции делать ссылку, что вот читайте подробнее. Ну, как вариант, да. Есть такая, например, проблема релевантности, когда релевантность по ключу уходит на главную. Если такие страницы, как словарь, новость и так далее, вы можете закрыть в роботсе или просто даже удалить с редиректора. Главное, вы же не удалите, правильно? Соответственно, да, пытаются увести с помощью перелинковки. К сожалению, внутренняя перелинковка на сегодня достаточно слабый фактор. В основном ее большинство оптимизаторов, из тех, кто относится к топовым оптимизаторам, используют ее больше для индексации. Так по секрету скажу, что исследования показывают, что внутренняя перелинковка на гон веса дает достаточно слабенький по соотношению с другими факторами. Но пробовать надо. Что ж, пойдете. Второй вопрос. Вот по поводу кластеризации, о которой вы говорили по группам запросов. Как узнать, что, например, Яндекс считает ли он три запроса, например, головная боль лечения, головная боль причины и головная боль как вылечить? На какие страницы это должно идти? То есть это на три разные страницы? На одну, на две? Сегодня есть сервисы автоматической кластеризации, есть он в топ-визоре внедрен, есть Russian Analytics, есть выдводки, есть еще там другие сервисы, вроде я их все не помню уже. По-моему, уже около семи сервисов предлагают кластеризацию. Туда просто загоняете, смотрите результат, платите от 25 копеек до 2 рублей, за каждые ключи получаете ответ на то, как смотрят на это поиск. Друзья, к сожалению, временный вопрос у нас уже закончился. Дмитрий, огромное спасибо. Я думаю, что вы можете задать свои вопросы уже позже, во время перерыва. Спасибо. Продолжение следует...